приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы мы приехали из Болгарии и вдохновились сыровялом потому что в Болгарии очень много сыровяленых колбас, такие вкусные, просто кайф но сейчас зима, как раз самое время для сыровяла и сегодня мы продолжаем готовить по рецептам Конникова, по книге Конникова 1936 года колбасы и мясокопчености для новых зрителей я расскажу, есть вот такая вот книга Народный комиссариат пищевой промышленности СССР это распечатка титульного листа Пищепром изда 1938 год и что пишут от редакции настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы и мясокопчености утвержденное Народным комиссариатом пищевой промышленности СССР для предприятий Нарком Пищепрома альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов потрясающая книга все подписчики уже знают для новых зрителей говорю друзья, если кого-то интересует оставляйте в комментариях свой имейл и я вам пришлю ссылку на скачивание этой книги она у меня есть в электронном виде в формате PDF книга просто потрясающая причем вот сколько мы по ней готовим результат получается просто изумительный как я уже говорил сегодня готовим говяжий суджук сейчас еще раз суджук высшего сорта суджук высшего сорта значит по специям как бы сразу же скажу в чем мы отступаем от рецепта 1938 года в рецепте 1938 года засолка мяса происходит с помощью соли и селитры мы используем нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,5-0,6% берем из расчета на килограмм сырья 30 грамм нитритной соли специи мы берем в точности как написано в рецепте 1938 года все количество специй вы найдете в описании также в нашем текстовом блоге ссылка на который есть на главной странице YouTube канала вы найдете вот такой вот скан рецепта в виде фотографии но искать вам его нет смысла потому что если интересует книга я ее высылаю с огромным удовольствием делюсь этой книгой она действительно потрясающая для любой сыровяленной продукции в первую очередь нам надо засолить мясо мы взяли вот такую вот говядину и нам надо ее порезать достаточно мелко чем я сейчас и займусь пока режу говядину сейчас спросим Ларис, такие кусочки нормально будут? или это очень крупно? нет, наоборот ну нормально такие, да? я же советую с Ларисой вот на такие вот кусочки со стороной где-то ну 3-4 сантиметра режем всю нашу говядину друзья, хочу вам рассказать что у нас есть второй канал путешествия Данила и Ларисы как вы знаете мы очень много путешествуем мы очень много рецептов привозим из других стран и о путешествиях мы снимаем видео в которых рассказываем рассказываем о курортах о том как пользоваться курортом о каких-то лайфхаках о интересных местах о том где что дешевле где что бюджетнее где что лучше и так далее ссылку на наш канал вы найдете в конце этого видео либо в шапке в шапке нашего YouTube канала сложилась такая ситуация что YouTube изменил условия монетизации и для того чтобы ну для того чтобы не потерять статус партнера YouTube нам осталось всего лишь 200 подписчиков нам очень надо за ближайшие 10-15 дней ну до 20 февраля набрать 200 подписчиков посмотрите наш канал если он нам понравился понравится подпишитесь на него а мы будем для вас стараться и снимать интересные видео может они для вас будут полезны в каких-то ваших планированиях отдыха на самом деле заработка с этого канала не очень много а я бы даже сказал очень немного но мы постоянно совершенствуем свое оборудование постоянно что-то покупаем постоянно вот сейчас вот как вы знаете уже купили достаточно дорогой прибор в общем постоянно надо вкладывать и даже те копейки которые мы получаем с этого канала YouTube для нас важны поэтому вот таким вот образом спасибо большое что вы слушали мой трюк а я сейчас нарежу мясо и мы приступим к засовке порезал я все мяско и теперь засолим его на самом деле суджук очень вкусная штука отличная колбаска но она такая достаточно твердая как по мне так это идеальная закуска к пиву ну я люблю пиво я варю пиво вы знаете тщательно засаливаем мясо равномерно хорошенько перемешиваем и сейчас расскажу что мы сделаем не хочу не хочу быстро просолить чтобы все было равномерно смотрите мы эту емкость я сделаю вот таким вот образом ставим ее в холодное место ну например на балкон там где температура где-то 7-8 градусов или в холодильник и я ее поставлю вот таким вот образом при засоле мяса нам надо получить достаточно сухое мясо при засоле мяса будет выделяться какая-то ну будет выделяться сок жидкость вот эту вот жидкость поставьте мысочку так чтобы эта жидкость стекала и два раза в день там утром и вечером берите его полотенечком промакивайте мясо мы солим 3-4 дня оно должно хорошо просолиться для сыровиала поэтому такой достаточно длительный процесс будет итак жир мы оставляем в сторону специи мы оставляем в сторону а мясо мы отправляем на засолку и весь выделяющийся сок из мяса убираем друзья до встречи через 4 дня дорогие друзья через 4 дня посмотрите как выглядит наша говядинка какого она цвета замечательного мы готовимся набивать суджук но нам надо поиграться немножко значит надо нарезать шпик ну я сейчас начну а потом попрошу ларису потому что у меня с нарезкой у меня нарезочный дебилизм для меня нарезать что-то тоненько это такая большая проблема шпик нам надо нарезать очень маленькими кубиками размером где-то 4-5 миллиметров ну вот я же говорил у меня реально это не получается сейчас попросим ларису помочь чем мельче будет но нам не нужен крупный шпик в суджуке нужен реально меленькие-меленькие кубики вот буквально 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 вот так вот его крошим очень мелко вот вот такая вот фракция лариса просим тебя пока лариса порежет шпик я перекручу мясо на крупную решетку вот я взял 8 миллиметров в час. Порежем весь шпик, перекрутим все мясо. После этого нам понадобится все хорошенько вымесить. Вымешивание фарша очень важная процедура в приготовлении любых колбас. Ее игнорировать никак нельзя. Потому что если мы хорошо не вымесим фарш, мы получим колбасу с пустотами и совершенно некрасивой консистенцией потом на разрезе. Порезала Лариса весь шпик. Я тем временем натер чесночок. По поводу перемешивания. Совершенно все равно, чем вы будете перемешивать. Хоть руками, хоть ручным миксером, хоть вот такой вот машиной. Отправляем сюда специи. Количество специй на килограмм сырья и вообще все ингредиенты вы найдете в описании видео. Также можете зайти на наш текстовый блок. Там будет скан оригинального рецепта из книги Конникова. Ну или просто. И пошаговый рецепт приготовления. Мы ведем текстовый блок. Дело в том, что очень многим неудобно воспринимать информацию с видео. Для этого есть текстовый блок. Там, где пошаговый рецепт из фото, мы публикуем то же самое практически, что делаем на видео. Ну и пишите, да, пишите в комментариях, друзья. Кто хочет получить прекрасную книгу Конникова, я вам отправлю ссылку. Помещаем эту штуку. Ну, я в данном случае ее помещаю. Или используем просто любую емкость. Туда миксер. И хорошенько надо вымесить. Ключевое слово здесь хорошенько. Я буду вымешивать где-то в течение пяти минут. Фарш вымесился. И вот посмотрите, какой он стал. Совершенно однородный и волокнистый. Видите? Переместим наш фарш-шприц для набивки колбас. И мы используем натуральную оболочку, естественно, так как это суджук. Вярится он будет значительно лучше в натуральной оболочке. Сейчас загрузим шприц, набьем и расскажем, что сделать дальше. Переместили фарш в оболочку. В шприц, извиняюсь. И набиваем оболочку. Аккуратненько. Фарш такой жесткий у нас. Не сильно плотно набиваем, да? Да, не очень плотно, потому что нам же его нужно будет подпрессовывать еще. Завязали кишечку. Ну, какой он плотный. Какими вот такими вот это колечками? Ну да, небольшими. То есть у нас колечко должно где-то длиной быть 20-25 сантиметров. Перекручиваем готовую, ну, сформированную колбаску. Делаем отступ для того, чтобы связать потом полуколечки. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Она очень большая, не должна быть, Лариса. Ты ж видела в Болгарии, какие суджики, они вообще маленькие. Хорошо. Это не очень Downing. Делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь нам надо сформировать полуколечки из этой колбасы Сейчас Лариса покажет, как это сделать Потому что у меня с кишкой не очень получается работать То есть колбаса у нас висеть не будет Поэтому мы обойдемся без веревки Уплотняем, выравниваем саму колбаску И связываем два кончика Вначале завязываем Для меня такой узелок завязать Это, конечно, высшая математика Надо было побольше кишечки оставлять Уже оставили Для меня тоже, как оказывается Для Ларисы тоже Не так-то все просто Да, надо было побольше Давай попробуем ее так сразу связать Ну давай Честно Нам уже по большому счету Надо просто, чтобы сформировалось полуколечко И все Ну да Вот так вот его на узел завязываю Если получится Получится Отлично Надо оставлять, друзья, чуть-чуть больше Ага, развязалось Надо оставлять чуть-чуть больше хвостики при набивке То есть больше делать расстояние Чтобы у вас не было потом вот таких вот проблем при связывании Что кишка скользкая Выскальзывает из рук И достаточно плохо держится Наша задача сформировать вот такие вот штучки Ну и так же формируем остальные После того, как связали все колбаски Вооружаемся булавочкой И смотрим, где есть пузырьки воздуха Прокалываем его Чтобы он при прессовании повыходил В основном вот здесь на сгибе получились пузырьки Там, где она сгибается Теперь наше следующее действие Укладываем колбаски на дощечку Вот так вот Наши субжучки будущие Сверху покрываем второй дощечкой Ставим груз где-то 10-15 килограмм Но я думаю 10 будет Вот если такое количество колбасок То 10 килограмм будет нормально Если больше колбасок, то груз больше И на трое суток в холодном месте Где-то градусов 10-12 Чтобы была температура Либо верхняя полка холодильника Либо на балкон Но главное, чтобы балкон не был на солнечной стороне В течение трех суток прессуем его Через трое суток наш субжук спрессовался И теперь выглядит вот так вот Ну, через две недели Через две-три недели Он будет выглядеть вот так вот Что для этого надо, дорогие друзья Подвешиваем его Ну вот, сушиться он должен при температуре Где-то 15-17 градусов Ну Можно 12-13 Но лучше все-таки повыше Чтобы он Ну, это обычное помещение Вот у нас есть прохладная комната Мы его будем сушить в прохладной комнате То есть там температура где-то 15-16 градусов Сушим Подвешиваем вот таким вот образом Ну, как угодно Можно на палочку подвесить Можно веревочки привязать, подвесить И сушим в течение двух недель Через две недели Его можно будет уже продегустировать Ну, собственно говоря Что мы и сделаем Дорогие друзья Итак, переходим к сушке И, конечно, я мог бы сразу же там следующим кадром Снять дегустацию кусочка суджука Который у нас есть Но никогда так не делаю В этот раз тоже не буду делать То есть этот суджук остается Мы о нем забываем У нас есть вот эти вот батончики Мы их высушим И отдельным видео через две-две с половиной недели Будет дегустация именно этого суджука Ну, а, как я уже говорил Рецепт проверенный Можно по нему смело готовить Ну, и, собственно говоря С удовольствием с вами делимся Надеюсь, что видео, дорогие друзья Было для вас полезным Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на наш канал Чтоб ничего не пропустить А мы будем снимать для вас Новые интересные материалы и рецепты Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok